Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, в эфире droider.ru Мы продолжаем вещание с конференцией МВЦ Сейчас мы находимся на стенде Panasonic И эта компания представила здесь линейку смартфонов Eluga Которая состоит из двух устройств Что замечательно, то что эти гаджеты будут продаваться в Европе и в России в том числе, скорее всего Собственно, главный из этих двух гаджетов, наиболее мощный, называется Eluga Power Он имеет 5-дюймовый экран Вот эта версия гаджета, она не окончательная И программное обеспечение, и, собственно, сама железка могут быть изменены Сейчас можно сказать точно, что устройство будет работать на Android Ice Cream Sandwich Что у него будет встроенная память в 8 гигабайт Будет слот microSD Также, ну вот сейчас можно видеть, что он достаточно толстенький Непонятно, изменятся ли его габариты перед стартом Отдельная фишка, достаточно необычная То, что кнопки некоторые находятся на задней крышке Вот эта кнопка включения, а вот это кнопочки для регулирования громкости Вот есть 8-мегапиксельная камера Пока, как мы видим, без вспышки Фронтальная камера есть И никаких кнопок, конечно же Все управляется при помощи экранных кнопок в Android Ice Cream Sandwich Кстати, можно здесь заметить, что программное обеспечение не до конца адаптировано Иконки очень маленькие, непривычно маленькие Разрешение экрана HD 1280 на 720 пикселей И, в общем, взглянем на это устройство подробнее чуть попозже Когда уже будет точно ясно, что оно будет именно таковым Ну, а сейчас перейдем, пожалуй, к главной новинке от Panasonic Которая называется Eluga Просто Eluga Вот такой вот маленький, ну как маленький, нет Более компактный, скажем, смартфон Выполненный вот в таком достаточно стильном корпусе Это алюминий, не какая-то пластмасска, как нам сказали Здесь тоже кнопочки расположены на задней крышке Есть кнопка включения и регулировка громкости Тоже камера 8 мегапикселей, но, опять-таки, без вспышки Внутренняя память 8 гигабайт Но, к сожалению, поддержки SD-карточек в этом устройстве нет Зато есть сенсорные кнопки вне экрана Вот тут они снизу находятся Это дом, меню и назад На верхней крышке мы видим разъем microUSB Видим разъем для наушников И вот эта вот крышечка, за которой прячется слот для SIM-карты Можно попробовать открыть ее и посмотреть, как это выглядит Да, вот там будет слот для SIM-карты А, собственно, там уже есть Ну, а снизу что у нас? Снизу ничего нет, просто гладкая пластиковая такая поверхность Ну, и что самое интересное относительно двух этих устройств То, что они являются водозащищенными Это такой модный японский тренд Но вот теперь это будут, наверное, одни из первых смартфонов в Европе Которые будут водозащищенными Их можно будет кидать в воду, можно будет с ними купаться и принимать душ Кстати, мы видим здесь достаточно серьезный измененный интерфейс Android Здесь стоит, ну, по внешнему веду, это Android Я даже боюсь предположить Все, почему это Android 2.3, вряд ли это Ice Cream Sandwich Но он будет обновлен до Ice Cream Sandwich Как сказано тут в каких-то проспектиках К лету, да, вот тут это написано Ну, давайте под конец проведем небольшой средственный эксперимент И погрузим этот гаджет в воду Ну, чтобы убедиться в том, что он все еще в порядке и работает Надо, пожалуй, его достать и проверить, что он включится Нажимаю на эту кнопочку И да, вуаля, он разблокировался И даже что-то хочет сделать Вот такой вот гаджет Называется он Panasonic Eluga И второй смартфон называется Panasonic Eluga Power Обзор готовили Борис Единский и Валерий Вистишев для сайта Droid.ru Борис Единский и Валерий Вистишев для сайта Droid.ru